Война четко делит людей. Военные или гражданские, они сразу оказываются по разные стороны фронта. Соответственно, и видят происходящее только с одной, своей стороны. В этом смысле Адриан Боке – исключение. Он побывал и среди своих, и среди чужих. Адриан Боке – исключение. Вскоре заметил, что люди там боятся своих солдат. Украинцам запрещено фотографировать, они боятся говорить о происходящем, они подчинены тоталитарному режиму Киева. Многие не хотели разговаривать со мной. Нет, нет, у меня проблемы будут. В СУ меня заберут, если я с вами буду разговаривать. Это меня поразило. Это же их солдаты. Они должны защищать украинцев. А по факту население Украины их боится. Это первое, что я заметил по приезде, и я себе сказал – тут беда. Большая беда. Адриан приехал на Украину в мае 2022 года вместе с французской гуманитарной группой. Они связывались с больницами и детскими домами и развозили туда недостающие медицинские препараты. Никаких контактов с украинскими военными изначально не планировали. Но оказалось, что работать можно было только под их контролем. К нам пришли военнослужащие ВСУ, чтобы попросить медсредства. Они нам говорили – за это мы вас защитим. Так что мы дали. А через какое-то время вместе с ними пришли солдаты Азова. Азовцы нам то же самое говорили. Но еще они просили наркотики – кетамин, морфин и кодеин. У нас были адреса детских домов в направлениях Киева и Бучи. Если бы мы не дали им наркотики, то они либо закрыли бы нам проезд, либо могли сказать – мы вас больше не защищаем, но только не пожалеете потом. То есть мы не смогли бы доставить медицинские препараты детям. Это был шантаж. Мы вынуждены были дать им наркотические средства. Мы также оказали медицинскую помощь нескольким украинским военным. И внезапно они прониклись к нам доверием. Меня даже приглашали офицеры Азова в свои дома. Разделить трапезу с их женами, детьми. Я много о чем спрашивал. Многое слышал и многое видел. Я встречал спецагентов Азова. Это люди, которые живут гражданской жизнью, но по приказу берут в руки оружие, убивают, пытают пленных российской армии. Но военными они не являются. Хотя группу французских гуманитарных работников и сопровождали солдаты батальона Азов, Адриан Боке оказался свидетелем совершения нескольких военных преступлений. Главным образом в Бучи, где на улицах раскладывали привезенные трупы, чтобы создать впечатление массовых расстрелов. Я оказался там в первые дни после вхождения украинских войск. Мы приехали в сопровождении служащих батальона Азов, и я видел, как раскладывают трупы, а потом на наших глазах азовцы расстреляли пленных. Мы сортировали медикаменты в ангаре, когда к соседнему ангару подъехали машины, из которых стали выводить русских пленных. Некоторым стреляли по ногам, а некоторых убили, им стреляли в головы. Сопровождающие нас азовцы сразу сказали нам собираться и уезжать оттуда. Так что мы видели только самое начало совершения этих преступлений. Я не могу сказать, были ли убиты все пленные, пытали ли их, я не знаю, но некоторых убили на моих глазах. После этого я уже не мог оставаться на Украине, это было слишком. Я завершил там свою работу и уехал во Францию. Я хотел рассказать правду о происходящем. Свидетельства Адриана Буке прозвучали на крупных информационных платформах Франции. Но слишком уж они шли в разрез с официальной линией СМИ и политического руководства страны. Сначала мне позволили говорить, а потом попросили замолчать. А поначалу меня даже по телевизору показывали. Я единственный француз, который с экрана рассказывал о преступлениях украинских военных. А потом начался период травли. В течение месяца в различных изданиях, как газета «Либерасьон», каждые 3-4 дня выходили статьи, в которых меня выставляли лжецом, чтобы французы перестали проявлять интерес к информации, которую я выдавал. И они достигли успеха на том этапе. Но теперь все изменилось. Особенно после покушения на меня. Люди изменили свое мнение. На своем телеграм-канале я выкладываю видео доказательства военных преступлений ВСУ. Многие во Франции, в Европе и в мире видят, что французское оружие используется, чтобы убивать гражданское население Донбасса. И что врут как раз средства массовой информации. То, как устроена западная журналистика, украинский конфликт показал предельно ярко. И хотя об инсценировке в Буче теперь стыдливо помалкивают, но общее настроение винить в преступлениях украинской армии русских остается неизменным. Как и приемы работы. Это в сторону Чернобыля от Киева было. Нас задержали на блокпосту, и мы видели, как украинские военные стреляли из миномета на расстоянии около полукилометра. Там же ждали двое журналистов, мужчина и женщина. Когда нас пропустили, мы поехали посмотреть, куда упали мины. Оказалось, что они обстреляли парк. Жертв, к счастью, не было. И тут мы замечаем, как телевизионщики снимают в этом парке, и корреспондент на камеру говорит на английском языке, что это репортаж из парка, только что обстрелянного российскими войсками. Я ее спросил, почему она так говорит, хотя была с нами и прекрасно видела, что стреляли украинцы. Вы знаете, что она ответила? Да это не важно, это чтобы хорошие кадры сделать. Бывает, что правда пытается прорваться на французские телеэкраны. Это прямой репортаж на ведущем информационном канале Франции БФМ. Корреспондент Анна Лора Банн сможет рассказывать что угодно о ситуации в Херсоне, кроме того, что ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры. Напомню, что город Херсон был захвачен российской армией в конце сентября, и с тех пор стал постоянной мишенью украинских войск, которые бомбят городскую инфраструктуру, больницы. О, мы потеряли Анну Лору Банс. Надеемся, что Анну Лору потеряли только в эфире, и этот репортаж не стоил ей рабочего места. Европейские правительства оплачивают ложь СМИ, потому что правда не позволит им гнуть свою линию. Участившиеся протесты и демонстрации пытаются погасить тотальным подавлением инакомыслия в информационном пространстве. Никакого референдума во Франции нет. Мнение людей, а тем более военных, не интересует политиков. Хотя учитывать воли изъявления своего народа – это основа демократии. Но Макрон так не считает. Поэтому мы хотели, чтобы выборы выиграла Марин Люпен. Она хотела вернуть Франции референдум в случаях, когда речь идет о новых законах и так далее, что совершенно нормально. А Макрона мнение французов не интересует. Он хочет быть королем и править в собственном королевстве. В самой популярной программе 8-го канала Франции французам доказывают необходимость военной поддержки Украины. Высказываются наиболее компетентные в этом вопросе люди, начиная с Эммануэля Макрона, собственной персоной. Но вот незадача. В прямой эфир попали результаты опроса мнения самих зрителей, почти 80% которых считают недопустимыми поставки систем ПВО и установок Цезарь режиму Зеленского. На действия короля Макрона это никак не повлияло. Сам он лучше знает, что делать. Никакое другое правительство не доводило французский народ до такой бедности. Ни Ширак, ни Деголь, ни Саркази, ни Миттеран не допускали ситуации, когда люди платят по 2,5 доллара за литр бензина. Когда цены на продукты питания повышаются на 35%. На 45% цены на газ и электричество. Такого никогда не было. Что делает Макрон? Раздает денежные подачки беднейшим слоям населения, чтобы не было социального взрыва. Но если санкции против России не будут сняты, взрыв будет, я в этом уверен. Я чуть ли не рад тому, что волею судьбы очутился в России, когда смотрю на то, что происходит во Франции. Мне здесь легче выжить. Все мои знакомые жалуются, что их жизнь превратилась в каторгу. Они не могут сходить в ресторан или в кино, даже не мечтают о путешествиях. Жизнь для них остановилась. Правительство Макрона разрушает Францию. Народ вымирает, нищает. Благодаря санкциям люди не могут добраться до работы, потому что у них нет денег на бензин. Зарплаты не хватает на пропитание, и люди не доедают. А вскоре французы, возможно, будут умирать от холода, потому что денег на центральное отопление или на электричество также не будет хватать. Такая вот ситуация. И это дело рук правительству Макрона. Адриан Боке бывший военный. Любовь к спорту, стрельбе и путешествиям привела его в ряды французской армии, когда ему было 18. Несмотря на то, что он вынужденно ушел на военную пенсию в результате серьезной травмы позвоночника, воспоминания о службе остались самые теплые, как и отношения к России, которая начала формироваться именно в те годы. Когда я служил во французской армии, не было никаких проблем с Россией. Россия была нашим союзником. В Африке, в частности, проводились секретные военные операции, в которых мы работали совместно с российскими военнослужащими. Но теперь, конечно, ситуация поменялась. С санкциями международной изоляцией России Франция дистанцировалась и на уровне военного сотрудничества. Но я вам хочу сказать, что, допустим, у меня есть друзья из альпийских стрелков. Это элитные подразделения французской армии, которые специализируются на боевых действиях в горной местности и в городских условиях. Их теперь отправили на границы Польши и Румынии, как будто Россия собирается нападать на эти страны. Это идиотские действия Макрона для симуляции активной деятельности. Россия не собирается вторгаться в эти страны. Но я хочу сказать, что там служат мои друзья. Мы постоянно общаемся, и они не считают Россию своим врагом. Они туда едут, потому что это приказ. Но я уверен, что они способны сказать «нет» и отказаться от боевых действий, если Эммануэль Макрон отдаст приказ атаковать российские войска. Если вдруг такое случится, вы увидите, что множество французских военных откажутся сражаться. Потому что люди, получившие военное образование, мы чувствуем связь с Россией. Мы сражались вместе. Мы вместе искоренили нацизм в 1945-м. Еще несколько лет назад мы сражались плечом к плечу, и после этого стрелять друг к другу этого просто быть не может. Адриан Буке борется с пропагандой Макрона из Донецка. Постоянно освещает обстрелы города из оружия НАТО и французских цезарей. Его точка зрения о происходящем на Украине только укрепилась, когда он оказался по нашу сторону фронта. Я встречал украинских военных, для которых Женевская конвенция – не пустой звук, и которые враждебно настроены по отношению к Азову. Проблема в том, что служащих Азова больше и среди рядовых, и среди командования. В каждом подразделении есть, по крайней мере, один офицер, который работает на Азов, который приказы соответствующие отдает. Они присутствуют везде. Я даже сделал видеозапись, на которой видно членов Азова на дорожном блокпосту. То есть они занимаются даже контролем транспортных потоков. Взятие Мариуполя их очень подкосило. Они потеряли порядка 30% личного состава. Но проблема в том, что сейчас они активно вербуют молодежь. Большинство теперешних Азовцев – это мальчишки 18-20 лет. По моему мнению, военнослужащих полка Азов трудно назвать людьми. Это существа, которые не видят разницу между добром и злом. Они могут убить кого-то и тут же перекусить бутербродом. Это как обычная рутина для них. У меня была возможность записывать интервью с пленными Азовцами, когда я приехал на Донбасс. Удивительно, но и в тюрьме они сохраняли это же отношение. Они мне рассказывали о своих преступлениях, как они расстреливали гражданских. Никаких угрозений совести, никакого раскаяния, ничего в лице не меняется. По моему мнению, этих людей нужно уничтожать, извините за откровенность, либо сажать в тюрьму пожизненно. Потому что они бомба замедленного действия. Если сейчас их вернуть в мирную жизнь, однажды они примутся за старое без всяких проблем. То есть, получается, вы расстреливали гражданских людей, у которых не было никакого оружия, только потому, что вы получили приказ своего командования. Ну, как? По-другому, что они правят на пляжах, было темно, кто стандировал, и на требование становиться на государство. Все пассажиры автобуса были расстреляны. Четверо мужчин и женщина. О чем думал водитель, мы не узнаем никогда. Видимо, просто испугался. Решил, что сумеет проскочить. Многочисленные находки сатанинской и неоязыческой символики на оставленных азовом позициях подкрепляются рассказами о нечеловеческих обрядах, которые можно услышать вдоль линии фронта. Есть такие с татуировками черного солнца. Неоязычники, которые придерживаются определенных ритуалов, во время исполнения которых они приносят в жертву людей. Я не видел этого, но мне рассказывали, как во время таких обрядов, они резали ножом связанных военнопленных, сдирали кожу живого человека, убивали для приобщения к некой божественности. Такой неонацизм сектантского типа. Это вещи абсолютно безумные. Это больным просто надо быть, чтобы такие вещи делать. Но да, к сожалению, такое есть. И это еще страшнее, чем неонацизм. Только с такой начинкой в голове и можно реализовать планы Киева стать частью Европы. Обновленной Европы, которая в ООН голосует против ежегодной российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Франция, Германия, Италия, Австрия – все они здесь, среди 52 стран, теперь считающих героизацию нацизма допустимой. Год назад таких было только две – США и Украина. Так что боевики из Азова сейчас в тренде. Они это четко понимают и уверенно строят планы на будущее. Украина выигрывает войну, Азов становится неотъемлемой частью страны и правительства. Они считают себя победителями, освободителями Украины. России, чтобы выиграть войну, необходимо искоренить Азов, потому что это террористическая организация, располагающая необходимыми средствами. Они сумели убить Дарью Дугину в Москве, они совершили покушение на меня в Стамбуле, и эти нападения не прекратятся. Они могут нанести удар в любое время, в любом месте. И это только благодаря тому, что Запад их финансирует и вооружает, а, возможно, и снабжает разведданными. Но они совершают ошибки. Возьмите атаку на Крымский мост. Она была плохо подготовлена. Они хотели разрушить мост, а только 30% полотна оказались повреждены. То есть были проведены неверные расчеты. Либо недостаточно взрывчатки, либо взрывчатка плохого качества была. Будь у них дееспособная организация, мост был бы разрушен полностью. Они не вышли на профессиональный уровень, и Россия должна этим воспользоваться и продолжать их бить, чем сильнее, тем лучше. Просто, чтобы уничтожить этих террористов. Отношение Адриана Буке к происходящему на Украине перевернуло его жизнь. Жизнь военного пенсионера. Молодого еще человека, которому не нужно было беспокоиться о заработке. Гарантированный комфорт сменили полицейские преследования во Франции, реальный тюремный срок в случае возвращения на родину, включение в список смертников-миротворца и попытка убийства. Выбор для многих сомнительный. Мой отец работал врачом, теперь он на пенсии. Он всегда гордился моим выбором. Мама тоже. Но мама всегда остается мамой, она предпочла бы, чтобы я работал в какой-то другой сфере. Но они меня во всем поддерживают. Со мной было непросто в детстве, я был очень подвижным ребенком, которому постоянно нужно было уделять внимание. Родители дали мне хорошее воспитание и образование. Спасибо им. Я стал человеком, который может отличить хорошее от плохого, сделать правильный выбор между добром и злом. Так что это благодаря родителям я отстаиваю правду на Донбассе. Эта правда важнее моей жизни, потому что она может спасти многие жизни других людей, предотвратить убийства и военные преступления. Так что я не остановлюсь. Теперь ему нужно начинать жизнь с чистого листа. В другой стране, язык которой он только начинает постигать. И пребывание в которой ограничено сроком его визы. Мне так и не присвоили статус политического беженца, чтобы я мог нормально жить и работать в России. После того, как меня посадили в тюрьму во Франции, после того, как меня пытались убить, я не понимаю почему. Уже месяц, как я прошу встречи в Министерстве иностранных дел в Москве. Я прошу помощи у всех, кто может мне помочь получить статус. Депутатов, Кремль, если там меня кто-то слышит. Без статуса я не смогу ни себя защитить, ни перевести сюда свою семью. Для меня ситуация удивительна. Все видят, чем я занимаюсь, видят опасность, с которой я столкнулся. Но получается, что если кто-то из официальных лиц не поможет мне получить статус политического беженца, я его не получу. Я не понимаю, почему они не хотят или не могут сделать свою работу. Это очень странно. Своей главной задачей Адриан считает помощь детям Донбасса, пострадавшим от войны. Профессиональный военный, он знает страшную цену войны, потому и мечтает о том, чтобы люди сделали все, чтобы мир вернулся как можно быстрее. Чтобы отменили санкции, и чтобы Запад мог видеть, что на самом деле происходит на Донбассе. Мне бы очень хотелось, чтобы средства массовой информации были беспристрастными, показывали обе стороны конфликта. Я думаю, что если однажды это случится, изменится все. Люди увидят, что русские не какие-то злодеи и преступники. И тогда прекратятся поставки вооружений на Украину. Я думаю, что это единственная возможность остановить эту войну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok